всем привет мы в новом рейсе новый рейс на техас стою рядом с русланом у руслана опять новый трак сейчас короче встречаемся попить кофе к здесь это нас петро нью-йорк обстать он стал свою каскаде узнать взял вольву катается на 670 вольву такая как у меня была только по маме и с д-13 мотором опять же драйвэн львушечка такая класс оканулся рядом сейчас замутим фоточку где красавица ну короче поехали хлопцы не успели заснять видосик валят срочно спешить завтра разгрузка все такое ну а мы скорее всего останемся здесь на ночевку 50 мин не до следующей загрузки он среди какие двойные паровозы здесь из панирую прикольная как видите 1 50 3 пицца и еще один задний как автопоезд такая длинная фура не только по 90 гоняют только по хавея потом здесь расцепляются на всяких перевалочных пунктах другой тракт цепляет второй трейлер погнали по городам так званием трейлером таким съехать куда-либо очень сложно всем привет друзья с города рочестер штат нью-йорк заезжая вот похоже в самый центр я не ошибаюсь может и практикал пару мостиков низковато в общем выбираем здесь четвертую тачку ребят вчера 3 хапнул валване и все и не успел на остальные пришлось заночевать сегодня у нас 25 июля уже кстати и мы снова мчим на штат техас как и обычно у нас это происходит вот погода не сильно радует потому что льет дождик периодически сейчас более-менее еще так что ребята продолжаем продолжаем работать вот дядька тут тоже безработных денежку просит вроде здоровая но работать не хочет бывает и такое пока ребята не сильно в курсе какая местность не ожидает я буду загружаться вроде как не сильно центр города но смотрю тут такое движение немножко есть в принципе дождь много машин не ездит тем не менее не хочу попасть под какие-то низкие деревья или что-то такое в принципе если такая будет полоса линия здесь на дороге то парковаться можно это повезет неплохо если я не будет то придется наверно переграждать улицу вот это если честно идеальный вариант смотрите такой заезд машин нету но правда школа зачетный аппарат стоит зацените тут уже покрасивее жилье старая тоже но там симпатично убрано все кстати в нью-йорке дороги хорошие вообще идеально здесь в этом городе по крайней мере и этот город рочестер он еще кстати славится что будет очень много наших славян визу если траки катаются в принципе все окей потом проезжаем дальше на это останавливается бочка мне принципе становится нет смысла но шлагбаума здесь нет поэтому лучше остановиться все в америке часто шлагбаумов не ставят из-за этого очень-очень много аварий связанные с поездами с составами так ну что вот она моя улица вот она моя улица рамона стрит рамона стрит надеюсь надеюсь я здесь развернусь надеюсь очень сильно уже смотрю знак цепляю там сбоку с правой стороны меня будет только что заехал на эту улицу посмотрите очень узкая низкие провода и деревьев вот так вот стоим а туда я буду выезжать надеюсь узковатка надеюсь выйду узковато конечно думаю будет нормально сейчас мы бэху сюда закинем посрединке она короткая маленькая как раз думаю что пойдет надеюсь все залезть кстати ребята забираю башку такая как у меня в салон вот чуть другое выдвигались эти штуки еще цветом такой же с люком только это 328 воняется такая грязная прокуренная но прикольная башка сейчас мы ее будем на второй этаж грузить держусь за нее чтобы руки потом не мыть есть такие машины нести так стоять но тачка конечно бы супер мне очень нравится эта тройка не знаю взял бы опять бы все такое трешечку я скажу ребята загрузились и в принципе едем улице ничего так нормально тут проводов на левая улица года повернул нету больших низких 9 тоже нормально вообще сейчас у нас левый поворот и на главную дорогу все окей выезжаем следующая остановка вас пусть и бафула город окрон аукцион одесса одесса мама забираем в общем мы с вами honda civic тоже простая машина ничего особенного но нам такая нужна маленькая недорогая машинка и смотрите какой дом на колесах прикольно через прицепом мерседес-бенц направляемся на бафало ребята смотрим чердака классный блогер так одесса аукцион бумаги на руках ребята ищем 2009 года honda civic серого цвета вот здесь смотрите какая красота речка или озеро но думаешь окупаться здесь не вариант хотя занырнуть охота такой уже росте честно пойдем немного поближе глянем что здесь за водоем такое о уточки не здесь грязно конкретно какой-то отстойник ну вот среди вот этих карте где-то надо будет нам искать нашу машину 2009 года honda civic должна находиться вот в этих краях да старье еще то продается на аукционах одесса в городе бафало значит civic должен быть у нас двухдверный серого цвета старенький но что-то здесь его тоже не видно может быть где-то в той куче смотри какая м очка старая бмв м5 симпатяга с такую недорого можно взять но уже старичок так я думаю года шестого седьмого если не выжатая в принципе можно попытаться точно все именно грязненькая такая ну ничего почистить и выглядит она очень даже зато мотор какой у нее мощный но больше интересного ничего не вижу совершенно а вот мне кажется и моя машина серый honda civic так вид номер 541 752 759 он но кто-то купил себя какой-то видно маленький дилер за пару штук отхватил honda садочку сильно на ней царапин нет она чуть-чуть крыша выгоревшая я думаю что должен завестись по идее 120 тысяч пробег поехали Золотой пляж Золотой пляж Золотой пляж новенькая вообще практически вот раньше красавчик рядом сейчас глянем чтобы на этой машине не было никаких помарок никаких царапин салон красивый а сама машина смотрится нормально вижу никаких не совершенно изъянов хотя вот дент и царапины есть немножко отходит чуть-чуть есть но так ничего вроде ну что друзья 6 машин уже у меня есть осталась одна не станал тем которая будет забираться у нас штате пенсильвания такой длинный этот местечко прекрасная сюда можно даже пикапа запихать невысокого а вот кстати здесь видите как серви пошел по самой линии точно как надо не влазит и ровненько по этаже чтобы было легко с той стороны вылезти небольшой дэмэдж на этой машине есть все записано и у меня и у ребят которые ее забрали в общем последний рывок и уже прямая дорога на техас итак очередная машинка которую мы будем с вами забирать вот в таком вот месте здесь какая-то школа или парк сейчас попробую там развернуться потому что такая ситуация только что сюда подъехал передо мной стал мужичок вышел и сказал мне что там дальше очень такие высокие переезды поезда что я не проеду это раз и нигде там не развернусь в общем он посоветовал туда не ехать а развернуться где-то вот здесь в этом парке чтобы не встрять вот такие вот заботливые американцы попадаются люди очень такие хорошие которые предупреждают не хотят чтобы человек застрял где-то или что-то еще молодцы вот я конечно туда не собирался ехать если честно все-таки думал где-то здесь крутануться но все могло быть но все-таки трак улетел с обочины классик какой-то красивый 40 тракт на только-только-только флэкбэд на флэкбэд тут черный какой-то тоже вот это его занесло подрезанную поэтому ребятки же в арканзасе всем привет всем дорого штата арканзас почти вдалось осталось буквально пару часиков мы будем разгружаться сейчас на рука стеклышки помыть виде сколько тут трупов кладбища конкретно смотрите как чисто классно аж приятно ехать 189 миль в общем три часа дня будет там а там это неподалеку отдалось а вот в общем сегодня постараюсь скинуть в 3 далласе машинки и забрать их и выдвинуться на остин поработаем завтра в остине и станем на рестарт на 34 часа выходные так сказать обязательные а потом уже с понедельника будем загружаться домой а 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 разваленная вай-вай-вай ездишь работяги конкретные друзья всем привет из города Даллас уже немножко поработали пятница и я докатился до Техаса и уже даже успел три скинуть машины как видите четыре осталось не вот раз два три четыре одна здесь и три здесь кстати эти скидываются в одном месте машинки и я успел уже одну забрать вот так вот быстро у нас получилось сегодня как говорится нужно еще доехать до города Остина чтобы там заночевать и завтра в субботу еще скинуть все остальные машины и кое-что забрать и после этого ребята я останавливаюсь на рестарт 34 часовой рестарт из понедельника уже начинаю грузиться домой как говорится и погнал рейс номер два после отпуска как говорится в полном разгаре что из машин значит мне еще осталось скинуть это вот Toyota Tacoma это у нас Honda Pilot Honda Pilot Jam City Rain все к одному хозяину от одного хозяина так что по планам все идет хорошо доехал до Техаса без проблем заняло примерно три дня а пока все идет своим чередом все хорошо трак ездит отлично как говорится никаких пока нареканий нету сильных тогда никаких лампочек у меня не горит расход хороший кстати в данный момент это считается плохой 6,7 в основном 7,2 я по городу начал ездить такой немножко упал в общем пробег у меня 25 330 миль вот такой вот пробег четверть сотни уже накатал масло поменял уже один раз значит 17 тысяч 17 тысяч следующий буду менять масло уже в 45 тысяч примерно но перед этим поменяю фильтра пройду 15 тысяч поменяю фильтра масло оставлю и потом еще 15 тысяч и поменяю полностью все так что планы на ТО у меня такие потому что здесь уже синтетика полная и как говорится как говорится ее хватает на дольше как-то так в общем сейчас выскакиваем на дорогу и погнали и погнали погнали наших городских так находимся мы сейчас вам покажу покажу где мы находимся так наша карта город даллас даллас рядом город форт ворс я выше форт ворс немножко заметил сейчас пожары везде особенно в таких сухих странах Греция Калифорнии пожары тоже душа серьезно все этим летом сильно горит пожарок нету никого нету вообще просто полыхается видите дым черный стоит вот так примерно ребята местные техасцы объезжают прям по обочине ребята смотрите как валят и можно сказать повезло кто на машине легковой здесь возле хайвея в техасе в основном смотрите с прицепом пошел еще все смело как думаете ребята попробовать там с моим прицепом туда сунуться я там я там наверное и застряну на первом спуске 100% ну ничего пускай все уходят вправо будет освобождать нам как раз всю пробку мы будем ближе к цели ближе к этому пожару кошмар смелый самый смелый короче ну на пикап траке вообще проехать там не проблема легковушки так идут хорошо на камера поехал на камера поехал может и мне реально было не будем рисковать не хочу там застрять о смотрите аудюха прям по траве пошла прям по траве короче беспредел полная все пытаются в правую линию к нам сюда вклиниться а вот сзади уже собирается большая-большая пробка ну да я думаю сейчас на пару часиков мы здесь стрянем и смарт на конверт были девчонки вот смотрите на корабле вот так что на мотоцикле тоже хочешь да ну давай бруану мне интересно аж понаблюдать я бы поехал что там не хотел так так следующее следующее на фокусе поганал прямо по бездорожью есть контакт прикол если там какая-то яма будет такая что колесо провалится по самую амортизатор это будет неприятность в общем вот так вот и накатывают здесь такие дорожки потому что случаются пожары и все такое и кто-то кто-то первый пошел и раскатал тропин и все остальные уже повторяют в общем яро классно такой афроудер на таком принципе можно ездить проехать кошмар что делать будем стоять кто-то пробивается еще один полицейский на внедорожнике на форде каком-то валят а лето пожарное пожарное на таху пожарными очень трудно пробораться сейчас будет сюда красный с какой стороны неинтересно подъед Там уже тушить нечего, ребята, там все Да, вы поехали Там уже все сгорело Ну, вон, собственно, сама и пожарная машина Главное, ребята, которые не дают никак проехать С левой стороны Вот такие все ребята Из Мозды Видят, что сгорит, что-то в левой линии И все равно они стоят в левой линии Непонятно, что они И пожарка уже Тупо по обочине, по траве идет Еще это Немножко отдаленно от Далласа Достаточно И на уже километрах 50 За городом Поэтому Пожарная часть Ближайшая, может быть, там 20 километров 10 километров Не так легко добраться К месту происшествия Но только буквально Спустя минут 10, я так скажу Что-то начало появляться Да-да-да Давайте, кушайте, кушайте Ну, а вот она и скорая Добро пожаловать Еще спустя 5 минут Ну что, ребята Наконец-таки поехали Спустя полчасика, наверное Сейчас посмотрим, что у них тут случилось Краем глаза Полицейские, скорая, пожарка Может, какая-то легковушка Сполыхнула Вот это тоже произошло Ну, поехали, конечно, они невольные В общем, Бьювик Ваш Opel и по Европе Вот так вот-вот сгорел Конкретно Новые эти Opel У нас они здесь бьювики Так что аккуратнее с этой моделью Ну что, а мы поехали дальше Славный город Остин Шаначевка Ну вот, друзья Собственно, вот такая вот машина Сбирайте мне здесь Остин Mercedes-Benz SL Двухместный 87-го года 450 SL На старых техасских номерах 1973-го года 1973-го Представьте Антиквар Они менялись Как давно Машина примерно Такого же, наверное, года Хотя нет, вроде она 87-го Я не ошибаюсь Красавец Что сказать Одноглазый Джо Одноглазый Джо Вот одна из Значит, идем заберем Civic Еще есть Civic Хундочка Я его первого хочу поставить Наверху Покороче будет А сзади Mercedes-го Загоню Опять же Эти три у меня мешаются Машину надо их скинуть Но до пяти часов Не могу Приходится собирать Вставлять машину Там В разных местах Чтоб можно было Забрать другие Ну, вот она Civic Сегодня немножко попроще На стыку Пятиступенчатый Civic Такой, не новый И не старый То есть Десятого года Такое Грузим Вот так вот Пока временно станут Знаете, две Машиночки Потому что придется Их вытащить Опять Опять, друзья Придется Вытащить Чтобы вытащить Вот эти вот Через три часа А пока Короче Я поехал Отдыхать В душ Пообедок И часик Сиесты Я приехал Не хочу Чтоб ты плакала Плакала И меня дождит Дождит Я к тебе Приеду Я к тебе Я к тебе Приеду Я опять на работе Ты опять на заботе Уже пожарки стоят И стоят Полицейские Так много Машин Собственно И все Авария Ничего серьезного Вроде бы Так уж И сильно Погадает Ну ладно Идем дальше А вот так В принципе Оставляют Свои трекисты Свои треки Улица В Техасе Прямо Цепились И все Так я на своей парковочке Прикатил назад На Уолмарт Идем забирать машины Я их Оставил на паркинге Сегодня с утра Чтобы можно было Забрать другие В общем Ребята Жарит погода Страшно 102 градуса По Фаренгейту Наверное Под 40 Давит По Цельсию Очень душно Как-то Жарко Вон мои Три тачки Стоят Кондочка Ниссан И Тойота Три японца Здесь на этом Валмарте Кстати Тоже ставят Много траков Люди Отдыхают Расцепились Где-то На разгрузку Приехал Даже в этот же Валмарт Расцепился Там Хоп Встал себе Пошел Валмарт Покушал Купил Что надо Кстати Сейчас тоже пойду Возьму пачку воды Закончилась вода Такую жару Это просто Необходимость Так Вот этого Первого рагу Сейчас с вами Загрузим Так Рагу Что-то открывать Надо Так Есть Так Вот Вот Так Ху Жарко Они Постояли Тут На часах Так Полагаю 4-5 Наверное Занимался Загрузками Перегрузками Здесь У меня стояли Жарились Смачки Намок Столько Скупался В душе Буквально Два часа Назов Жар 5-8 Завтра Сегодня вечером Придется Антракстабе Опять И Прездущие Такая вот Работа Ребята Нелегкая У нас Поэтому Приходится Часто Отдыхать На всяких Там Турциях Египта Украинах И так И так Потому что Так Работать Нонстоп Невозможно Четыре-пять Рейсов Поехал На отдых Четыре-пять Рейсов На отдых Иначе Согнешься Загнешься В этой работе Вот так Первый Пошел Ниссан Рагу Валя Главное Чтобы солнечный удар Не получить Да не Грохнуться С высоты Ну такая жара Что тут все может быть Смотрите Одноглазый Джо Здесь Как припал Оп Его короче Опустил еще ниже Он как раз Заехал на платформу Перед ними колесами Сзади тоже отлично Civic короткий Видите И расстояние хорошее Люблю такие машины Очень-очень-очень Удобно с ними работать Кэмри Теперь наверное Кэмри Ребят Следующая По счету Ух Черный салон Прямо аж На горы Кондиционеры на всю Окна открываем Окна открываем Все такое Какой-то Индуский слоник Бог Какой-то их Они часто вешают себе На наклейке Поэтому можно Значку Знать что это Индус Харе Крышна Какая-то Так подгоняем Так подгоняем И всегда выхожу Чекаю Проверяю Как близко Чтобы обязательно Было нормально Иначе Когда я буду Поднимать Может не хватит места Это хорошо Ну в кулак Два кулака Два кулак По высоте Вообще Мы идеальны Значит эти две машины Это у нас уже забранные Машины Так как Civic И Honda Вернее Honda Civic И Mercedes Они у нас тоже Уже забраны Поэтому Уже как сказать Пол работы сделано В принципе почти Все скинуто И почти все забрано Только Дело времени Осталось Honda CR-V Honda CR-V Это у нас последняя машина Она скидывается Тоже У нас В Сан-Антонио Как я говорил Нашему соотечественнику Вернее Да Какой-то у него Вроде как русское Или кавказское имя Человечек Вроде по-русски говорит Вот Сейчас ему закинем Эту Автомобильку И все И едем на Хьюстон Уже до понедельника А сегодня у нас уже Суббота вечер В общем Завтра целый день Будем отдыхать Сервей у нас Кстати тоже Практически новый 2017 года Машинка Свежачок Климата Что тут ребята произошло? Стою же в трафике С полчаса Наверное Снова авария Это 35-я дорога Еду с Остина На Сан-Антонио Уже часа полтора Наверное Скидывает машину Все никак Не доеду По пути проехал В общем и застрял Две или три линии Закрыто В общем Эта дорога Такая загруженная Что тут частные Аварии бывают Часкида Пожары Пожары Как вчера Мы видели В общем Сейчас глянем Ближе подъем Что там произошло Друзья Привет Привет Всем здорова Из Миссисипи Штат Миссисипи Мы уже докатились Аж до Сюдова Представьте Только с утра Выехал с Хьюстона В понедельник У нас сегодня И как говорится Мы по полной программе Уже работаем Загрузился До конца Я догрузился И уже выехал В сторону дома И даже Домчал до Миссисипи Представьте Даже паркинг Свободный у меня есть На Рестере Все заняты Вот один свободный Ай красота В общем Заехал на 30-минутный Рестарт Рестарт Или брейк Как правильно его назвать Сейчас отсидим Немножко здесь Отдохнем Маленько И поедем дальше Сейчас я вам покажу Ребят Что у меня за груз Груз у меня такой Очень легкий Можно так сказать Ниссанчик Одна из самых больших машин Которая у меня есть Тойота Кемри Хонда Сивик Вот такой вот старый Мерседес Ауди Красавица РС4 2010 года На этой машине стоит В8 Мотор Представьте У нее наверное Более 500 лошадей Я точно не узнавал Не гуглил Но придет она конкретно Мерседес Ешка Купе Прикольный Но в этой машине Лбом бьется Об потолок Я конечно первый раз В Мерсе так В таком сидел Даже сиденье опущенное И последняя Кемри Забрал у китайцев Кстати Мерс тоже у китайцев Что-то у меня клиенты Пошли к китайцам В общем Вот такой груз Одноглазый Джо стоит Нормально Так как я его Немножко понизил На вот этой платформе Все вроде бы окей Ну не знаю Может запчасти Почуть отлетают на ходу Ну вроде все пока на месте Что мы имеем У нас здесь ребята Беседочки есть Кемпинг-керри А такая пальма Очень красиво Так А где же у нас находится Здание Мне кажется я уже когда-то Здесь был Такая красивая реставра В штате Миссисипи Смотрите какой красивый Фонтан здесь Она даже сделали Да Копеек Куча валяется На счастье Люди бросают Традиция такая Идет там и там Везде Прикольно Симпатичная Я как-то в Далласе был В Кехасе Такой же был фонтан Я был зимой И такой какой-то Холодный день был Вот как тег фонтан Так он и В общем И застыл Прикольно Можно посмотреть Там в старых видео Какая красота была Что ребятки Проезжаем Проезжаем 30 минут прошло Мы отдохнули Немножко перекусили Немного Походили Едем дальше Прикольно Редактор субтитров Продолжение следует...